Укладка газона, когда лучше стелить. Насчитывается несколько видов газонов, каждый из которых со своими отличительными характеристиками и определенными требованиями по уходу. Самый распространенный – это классический газон, который отлично подходит для выращивания на спортивном поле или деткой площадке. Он обладает высокой устойчивостью к различным механическим нагрузкам. Вырастить такой газон не просто, нужно соблюдать все инструкции по посадке и уходу за ним, чтобы не пришлось полностью менять настил. Поэтому популярен газон в рулонах. Описание рулонного газона Последнее время становится популярным рулонный газон. Трава в рулоне должна быть крепкой и устойчивой к различным воздействиям на нее. Самыми выносливыми и соответствующими агротребованиями считаются луговой мятлик и красная овсяница. Оба вида растения обязательно должны входить в состав семян, чтобы выращивать газон, который будет служить долгие годы. Важно! Рулонный газон не боится сильных морозов и засухи. Он устойчив перед заболеваниями и вредителями. Газонный настил спасается доводов от прорастания и размножения сорняков. Трава равномерно всходит по поверхности и обладает ярким цветом, который радует глаз не только хозяина, но и гостей. Самостоятельная укладка газона – это сложный и продолжительный процесс. Если территория небольшая, то можно справиться без большой специализированной техники. На спортивных площадках и полях газон можно уложить только с помощью тракторов и других агротехнических модулей. Все мероприятия выполняются последовательно и продолжаются почти два года. За это время трава укоренится, разрастется и достигнет необходимого уровня. Укладка газона – как правильно выбрать рулонный газон. Простому человеку сложно самостоятельно выбрать качественный газон. Чтобы покрытие прослужило долго и радовало своим видом, нужно прислушаться к советам специалистов. Трава в рулоне должна иметь хорошую корневую систему с корешками белого цвета. Дерновые слои всей полосы должны иметь одинаковую толщину от 2 до 4 см. Недопустимая сильно глинистая песчаная почва под покрытием. Камней не должно быть. Пожелтелый цвет травы говорит о старом газоне, допускается только сочный и одинаковый окрас по всей площади рулона. Не допускается присутствия вредителей в обоих слоях газона. Трава должна расти равномерно, быть беспроплешенной и аккуратно скошенной. Ее высота не должна превышать 3 см. Некоторые производители под слоем высокой неподстриженной травы пытаются скрыть недостатки покрытия. От рулона не должно исходить неприятного запаха прелой травы. Это говорит о том, что газон долгое время пролежал без дерна. Укладка газона изготовления рулонного газона Основой рулонного газона является специальная сетка с мелкими фракциями, на которой происходит произрастание и сплетение корневой системы травы. Эта подкладка дает возможность с легкостью разрезать газон на полосы и скрутить в рулон, чтобы облегчить мероприятие по транспортировке и посадке. Семена травы высаживаются на основу из мешковины картона или полиэтиленовой сетки. Ее раскладывают на выровненную поверхность, засыпают слоем дерновой земли, соединенной с торфом и песком. Смесь должна иметь нейтральную кислотность. Толщина слоя до 5 мм. После подготовительной процедуры насыпается слой семян. Когда растение поднимется на высоту 10 см, проводят стрижку. Эту процедуру требуется выполнить до 3 раз, чтобы корневая система усилилась. По истечению 2 месяцев можно спокойно положить материал на подготовленную почву. К сведению. Газонные рулоны продаются 2 метровой длиной с шириной полосы 400 см и толщиной до 2,5 см. Сезонная укладка газона. Единого мнения, когда лучше стелить рулонный газон, не существует, так как каждый специалист самостоятельно выбирает сезон для его укладки, основываясь на своих наблюдениях и предпочтениях. Однако для засаживания семенами рулонного покрытия хорошо подходят весна и осень. Приобретать качественный, с хорошей укрепленной корневой системой газон лучше с конца апреля и по июнь. Такое покрытие быстро приживется на естественной почве участка. Рулонный газон лучше укладывать, когда на улице не слишком жарко. Лето не подходит для проведения данных мероприятий, потому как газон не может переносить жары и засухи. Важно, чтобы трава хорошо прижилась, почва должна быть прогрета теплыми солнечными лучами, поэтому оптимальные месяцы для укладки в летний сезон – это май и июнь. Укладка газона в осенний сезон, по мнению некоторых специалистов, более целесообразна. К достоинствам подзимней укладки относят почве требуется меньше влаги, так как температура воздуха снижается удобрять растения. Требуется не чаще одного раза в месяц, трава дольше сохраняет свою свежесть. При низких температурах воздуха стрижка производится реже из-за медленного роста травинок. Медленное укоренение в холодное время дает возможность при необходимости перестелить покрытие. Технологии укладки рулонного газона. Чтобы постелить самостоятельно рулонный газон, нужно правильно соблюдать инструкцию. Процесс делится на два основных этапа – подготовительный, чтобы рельеф идеально подходил для укладки покрытия и непосредственно укладывания газона. Чтобы поляна дома была красивой, по приметам требуется легкая рука для укладки или посадки газона. Газон на поле подготовительный этап входит удаление мусора и камней с земли, избавление от сорняков и корней на всем участке. Где будет укладываться рулонная трава? Подготовка дренажной основы. В этот процесс входит снятие верхнего слоя земли на глубину 20 см, засыпка галькой, максимальное выравнивание горизонтальной поверхности. Засыпка слоя песка, засыпка подготовленной почвы, после чего все можно укатать катком или подручными средствами. Если участок, где будет расти газон с писаным грунтом, то дренажная основа не требуется. Достаточно будет только очистить и выровнять поверхность. Разметка площади на полосы. По краям территории ставят колышки на расстоянии равной ширине рулона и соединяют их специальным шпагатом. Полив и удобрение почвы за один день до укладки рулонного газона, что поможет корневой системе быстрее и лучше прижиться. Обратите внимание, высота травы должна быть не более 5 см и не возвышаться над садовыми дорожками. Это является главным показателем для выравнивания территории под посадку. Поверхность участка нужно сделать с небольшим уклоном по краям или в центре незначительно возвысить. Это поможет избежать образования луж на красивом и ухоженном газоне. Основной этап укладки рулонного газона. Чтобы правильно посадить и вырастить в дальнейшем красивый газон, нужно раскатывать рулоны как можно ближе друг к другу без зазоров. Важно! Стоит правильно выровнять и положить первую полосу рулона. Класс его требуется ровно вдоль края территории. Рулоны изготавливаются стандартной длины, поэтому если при их раскатывании на участке они не покрывают его полностью, то лучше укладывать в шахматном порядке. После раскатки полос их посыпают смесью из грунта и песка. Благодаря этому края защищается от повреждений. Все ряды полотна увлажняют, после чего газон хорошо и быстро оседает и принимает рельеф почвы. Также после укладки всех полос их нужно обильно полить водой. Она должна пропитать всю толщину покрытия почвы под ним. Обратите внимание! Для проверки качества полива приподнимают края нескольких полос, таким образом оценивая степень увлажнения. Чтобы растение хорошо укоренилось, водой обязательно добавляют удобрения. Если после приобретения рулонного газона появились причины, которые препятствовали его укладке, то требуется раскатать ленты в темном помещении и регулярно поливать их водой. Хранение газона в рулоне запрещается производителями. После завершения всех работ по укладке газона его предстоит ежедневно поливать. За месяц трава может вырасти на 10 сантиметров. Уход и содержание газонной травы. Постепенно трава начинает укореняться и ей требуется правильный уход. Первое время перегружать покрытие не рекомендуется. На 10 дней подросшую траву подстригают газонокосилкой. При должном уходе производитель гарантирует, что газонное покрытие весь год будет свежим и зеленым. Полив и стрижка проводятся по необходимости. Подкормка удобрениями осуществляется не менее трех раз за сезон. Укладка газона. Почему желтеет газон? Существует несколько причин появления желтой травы на рулонном газоне. Неправильная укладка покрытия. Применение некачественных семян для посева. Недостаточный полив в жаркий сезон. Малое или избыточное количество удобрения. Переизбыток влаги в межсезонье. В большинстве случаев не существует способов для исправления недостатков. Остается только заново перестелать рулонный газон. Выбрать и уложить рулонный газон своими руками несложно, но только при соблюдении рекомендаций и строгом уследовании всех этапов процесса. Только тогда получится потрясающий результат, который будет радовать огородника несколько лет. Продолжение следует...